Съезд коренных малочисленных народов Севера начался сегодня в Наринмаре. Он проводится раз в три года и служит площадкой для объединения представителей ненецкого народа и выработки решения проблемных вопросов. Участие в работе съезда принимает более 50 делегатов из всех национальных поселков региона. Сюжет Ольги Русл. Традиционные места выпаса оленей, социальные льготы и в целом повышение уровня жизни коренного населения – это приоритетная задача съезда. Заместитель губернатора Ненецкого округа по делам Ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера Валентина Сганич отметила, что такие встречи несут и просветительскую функцию. Ведь благодаря им сельское население региона начинает ориентироваться в правовом поле, становится более грамотным в социальных вопросах, понимает значимость нашего региона в масштабах страны. Сегодня Россия стоит на пороге качественного нового этапа развития, связанного с государственной стратегией освоения Арктики. Это особый макрорегион, имеющий свою специфику и решение вопросов сохранения его богатейшего исторического, этнографического и культурного наследия. На площадках съезда обсудят важнейшие вопросы современной жизни ненецкого народа, развития традиционной хозяйственной деятельности, улучшения системы жизнеобеспечения социально-бытовых условий в местах традиционного проживания, повышения качества здравоохранения и образования, сохранения и развития ненецкого языка и культуры. Необходимо отметить, что собрать депутатов в тесном взаимодействии с администрацией округа, органами местного самоуправления постоянно совершенствует нормативно-правовую базу, регулирующую развитие оленеводства в регионе. Это планомерная и системная работа, и в этих вопросах без вашего мнения нам не обойтись. В частности, депутат Матвей Чупров выступил с предложениями разработать народную программу коренных малочисленных народов Севера в Ненецком округе. Ее формирование будет проводиться с учетом мнения представителей кочевого населения, жителей сельских населенных пунктов. Одно из предложений – внести изменения в перечень мест проживания коренных малочисленных народов. Депутаты предложили расширить территорию проживания, в которой сегодня входит только территория Заполярного района, за исключением поселка Искателей, включить также город Нарьинмар и поселок Искателей. Съезд малочисленных коренных народов Севера в Нарьинмаре для большинства жителей Тундры – это возможность озвучить проблемы своего населенного пункта и быть услышанным. Делегат Федор Ордеев из села Чижа вместе с односельчанами уже несколько лет пытается решить проблему с заезжими браконьерами. Добиться, чтобы зону, прилегающую к населенному пункту, признали особо охраняемой территорией. Пока результата нет. Проблемы у нас туристы. Вот с Москвы, с Арканской ездят на снегоходах, вездеходах приезжают. Они просто на Канин. Все там, ну, долбят, все, что у них там не видно. Вот это проблема, да. У них пропуска вот есть, проезжают и все. Свободный доступ. Это раньше закрыто все было. Приезжаешь до Мизин, дальше, но у тебя уже пропуск. Граница уже дальше. А сейчас, у нас сейчас 5-кимметровая зона, вот где. У них мор не подъезжает и все. Александр Хатанзийский из далекой усть-кары планирует поднять проблему стоимости бензина. По сравнению с уровнем зарплат у жителей этого поселения, бочка топлива становится непозволительной роскошью. А снегоход – единственный вид транспорта в поселке. Самое главное – это у нас высокая цена на Мизин для местного населения. Вот там, ну, это порядка 23 тысяч. Ну, мы-то понимаем, это субсидируется. Ну, все равно это очень накладно. Там, если бочку стоим, это 23 тысячи, а зарплата там около 18. Ну, само собой. Ну, ты в основном там, это в поселке только, это транспортно, это снеходах. Для обсуждения злободневных вопросов на съезде организованы дискуссионные площадки. Повышение благосостояния, улучшение медицинского обслуживания, качество образования и другие. Данный съезд, надеюсь, позволит ряд из них обсудить, найти пути решения и, соответственно, принять ту резолюцию, которая будет работать у нас. Напомним, в работе съезда КМНС Ненецкого округа участвуют 52 делегата из 29 населенных пунктов региона. Съезд продлится до 23 марта. Все предложения, выработанные во время работы съезда, будут зафиксированы в итоговой резолюции. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».